Когда мы получаем деньги, что нужно делать? Первое. Нельзя агрессировать, нельзя возмущаться, иначе деньги не будут возвращаться. То есть, если вам отдали, например, должны вам долг, к примеру, тысячу рублей, отдали 500 рублей, и вы стали возмущаться, как так 500 рублей, а не 1000 рублей. Вот это нельзя делать. Поблагодарите человека за то, что он вообще вам отдал деньги. Ну, так, на минуточку, да, в нашей жизни. А также Вселенную за то, что вообще деньги пришли в вашу жизнь. Когда мы оплачиваем счета, мы отдаем деньги с благодарностью и радостью, и благословляем деньги. Как благословлять деньги, сейчас расскажу. Потому что, когда вы оплачиваете счета, я очень часто вижу и слышу такую историю, когда начинают говорить, ох, зажрались, такие цены, понаехали и так далее. Слушайте, ну, кассиры, грузчики и так далее, да, те люди, которые работают, они не виноваты в том, что цены повысились, о том, что инфляция такая большая и так далее. Потому что вы тем самым отдаёте энергию, и какую энергию вы будете отдавать, когда вы оплачиваете счета, ту же самую энергию вы будете получать. Поэтому, если мы ещё будем благословлять деньги, а деньги – это ведь форма такого обмена, это энергия, то деньги начнут точно так же к нам с благодарностью приходить. И какую фразу можно говорить тогда, когда вы отдаёте деньги, тогда, когда вы оплачиваете. Вот я знаю точно, все те, кто побывал на моём сегодняшнем семинаре, в следующий раз, когда будет курс оплачивать мой, однозначно эту фразу скажет. Я об этом буду напоминать. Итак, фразы, если вы готовы записывать, записывайте, если нет записи, посмотрите. Я с радостью и благодарностью, я благословляю эти деньги и отдаю их Маргарите на благо, и чтобы они принесли ей пользу, и чтобы они вернулись мне, ну, то есть вам, да, в каком-то там размере, в десятикратном, в пятикратном, в двухкратном, до конца, например, месяца. Наилучшим, наивысшим и безопасным образом для меня. Вот такая вот фраза. Если вы оплачиваете счета перед тем, как вы оплатили счёт, вы скажете, я с радостью, благодарностью, да, благословляю эти деньги и отдаю их за оплату коммунальных платежей на благо, и чтобы они принесли пользу тем, кому они ушли, а также, чтобы они вернулись ко мне, там, да, в пятикратном размере, до конца, там, месяца, или в течение месяца, наилучшим, наивысшим и безопасным образом для меня. Эта фраза реально классно работает. Я, когда её получила от своего учителя, и я вам её передаю, эта фраза, я поняла, что я хочу сделать семинар, и я хочу её вам передать. Просто проговариваем, и всё, да, с благодарностью оплачиваем счета, и всё, и потом вы посмотрите, что действительно деньги начинают приходить по-другому. Они приходят тогда, когда вам необходимо. Они приходят примерно в тот срок, в который вы обозначили, но этот срок должен быть реальным, то есть это не значит, что если вы сегодня оплатили, то завтра прям сразу же в десятикратном размере придут. Придут, но через какое-то время, когда вы уже прокачаетесь очень сильно.